ПЕСНЯ Июня 1941 года осталось началом отсчёта долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Война. От Бреста до Москвы тысяча километров. От Москвы до Берлина тысяча шестьсот. Итого две тысяча шестьсот километров. Это если считать по прямой. Так мало, не правда ли? Две тысяча шестьсот километров. Поездом четверо суток, самолетом четыре часа, а перебежками по-пластунски четыре долгих года. Война. Это бесстрашие защитников Бреста. Это девятьсот дней блокадного Ленинграда. Это клятва панфиловцев. Ни шагу назад за нами Москва. Это добытая огнём и кровью победа под Сталинградом. Это подвиг героев Курской туги. Это Аблинга и Перчупяй. Это штурм Берлина. И память сердца всего народа. Забыть прошлое значит предать память о людях, погибших за счастье Родины. Забыть все горести и невзгоды. Всех, кто вынес эти страшные лишения ради нас, ради будущего. Нет. Ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Мы будем помнить о подвиге и вечно будем чтить память всех, выстоявших в те суровые годы, отдавших свои жизни за победу. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, объявляется открытым. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов, уважаемому Йозесу Печулявичусу. Просим. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов. Антихитлеринес коалициј шалиќ, 2-пасаунио каро далијќ, Клаипедос miесто тарибос поведиму, декуя јќу жўу жўу жўуўу митинге, скертаме 78-уќу митнијќ, atminties ir гердајо діенай паминетіј. Шиѣдер минима 41-уќу миту, Диржеліо 22-уќу діена, курьос 4-уќуќу даридо гитлериняј в Окетіја кластингай, непаскелбуси каро ошпуоле тарибу сађнго. Таи буво падзијуряусис, прувиняусис, жмонињу наикинмо карас. Йи кара буво įtraукта 61-уќуќу, куриосе ту мету гивено 80% пасађлё гивентуў. Кариняји веиксмай вико 40-уќуќу терitorијују. Каро мету жуво 55 мл. жмонињу, венпрунтвосе 27-уќу. Карпе ју 60 тњст. вайрију тautиѓију Лијтвос республикос пилеѣију. Йо пирмомис окупацијос діеномис, nacји прадејо вигдити маснији сивилију жмонињу жудинијс. Тик Лијтувоје, изтеиктуосе концентрацијо стовиклосе, памишкейсе, буво суšaudита ирнуканкинта дујју камерују апе 200 тњст. жидују, сијинтву тарибинију партизану и киту антипашијсту. Биреснијо амдзијо жмонијс, ир ту мету буја токіј пауглиј кај пађш, герай присиминаме 2 пасауљно каро байсумус и сиобинга покаринји лаикотирпи. Патирти пергинимајскат, несушукти диделес и мажос валстыбес. Нустокит ријтис, дарикит виска, като ишвенктуме 3 пасауљно каро, нес та буту паскутинис карос мусу гражоје планетоје водиноме жеме, гедро дангањањ, таико жемеје ир вилтіје. Уважавјаме клаипеќане, представители Клаипецкого самоуправлене и мерји, апшесно политичаских организациј, национальник меншинс, дипломаты генерального консульса Расискай федерациј в Клаипеде, ветераны войны и војнскай службы, по порученију Клаипецкого совета ветеранов стран антигитлеровской коалиции, участников Второй мировой войны, благодарю вас за участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби 78-го и Гальтовщине с начала Второй мировой отечественной войны. 22 июня 1941 года, 4 часа утра, гитлерская Германия вероломна, без опявления войны напала на Советский Союз. Эта война была самая жестокая, самая кровавая война уничтожения народов мира. Войну было втянуто 61 государство, в которых в то время проживало 80% населения мира. Военные действия коснулись территорий 40 государств. Во время войны погибло 55 миллионов человек, только на фронтах 27. Из них 60 тысяч граждан Литвы разных национальностей. Уже первые дни войны нацисты стали создавать контрационные лагеря, которых содержали евреи и других антифашистов. Одновременно создавались так называемые батальоны самозащиты и отряды местной полиции, предназначенные для уничтожения еврейского населения и других антифашистов. Только в Литве, Лесмико, Врагах, концентрации и лагерях было расстрельно и замучено газовых камерах 200 тысяч узников концлагерей. Люди старшего возраста и подростки, такие, как я, хорошо помним, в начале войны пережиты ужас и страшный послевоенный период. Вспоминая пережитое, хочется воскликнуть. Большие и малые страны, прекратите между собой грызню. Не допустите Третьей мировой войны, ибо она была бы последней нашей планете, которую мы называем Земля. Чистого неба, мира на земле и надежды. Спасибо вам всем. А теперь слово предоставляется Третьему секретарю Генерального консульства Российской Федерации в Клайпеде Егору Трохову. Здравствуйте, уважаемые клопейчане, уважаемые ветераны. Сегодня мы собрались в этом святом месте у главного Клайпедского мемориала по не совсем, наверное, праздничной дате, и сказать, что мы сегодня будем что-то отмечать, сказать тоже, по моему мнению, будет неправильно. Но день сегодня важный. В России он называется День памяти и скорби. И сегодня во многих странах прошла акция свеча памяти, когда в 4.30 утра были во многих городах, во многих мемориалах, на многих площадках зажжены свечи память о тех страшных событиях. И вместе с Клайпедским советом ветеранов нам сегодня тоже удалось посетить много мемориалов. Вокруг Клайпеда это вместе со школьниками. Мы побывали в мемориалах Гордждае, Девилайе, в Кретинге, в Кретингале. Посетили место гибели Велинского. И глубоко символично, что это проходит именно в Клайпеде, потому что, как мы знаем, недалеко от этих мест и в Таураге, и под Кретингой и, собственно, начиналась Великая Отечественная война. Именно отсюда, в том числе, первые немецкие войска вступили на территорию тогда Мирного Советского Союза. Я прочитал сегодня, было много репортажей о новостях, что в основном призыв 23-го года рождения, который наполнил армию для боев 41-го года, практически не вернулся с этой войны. 90% юношей 23-го года рождения, юношей и девушек, погибли буквально в 41-42-м годах. И те войска, которые освобождали уже эти места и другие государства Европы в 44-м, 45-м, это была уже совсем другая армия, набранная из совершенно других годов рождения. Хочется верить, что до тех пор, пока эта дата для нас значима, до тех пор, пока мы встречаемся у мемориалов, здесь, в Клайпеде, в других городах, значит, такие катастрофические события, такие ужасы, как война, не должна повториться. Вечная память всем, кто принял первый бой, вечная память всем, кто погиб, кто не пощадил самого ценного в своей жизни. И, конечно же, хочется передать от имени нашего руководства, от имени генерального консула Александра Георгиевича Грачева, здоровья, оптимизма всем ветеранам, добра вам, мирного неба, заботы, внимания со стороны близких. Спасибо большое за возможность выступить. Спасибо, Егор Александрович. А сейчас отрегулирую вас. Сейчас к микрофону выйдет человек, служивший в Брестской крепости. Геннадий Николаевич Луки. Ой, то есть, извините, области. Но так хочется сказать. Здравствуйте. Мне просто посчастливилось два года из своей службы служить на нашей легендарной, многострадальной белорусской земле Брестской области. И будучи на службе воинской части автополку окружного подчинения, не очень часто приходилось солдат своих подчиненных возить в Брестскую крепость. Это непередаваемое чувство, когда приводишь туда солдат и идешь по этим знаменитым местам. Именно касается рукой подвига. И душою каждый проникается, каждая клеточкой своего сердца проникается именно осознанием того подвига. Ведь мы приводили туда понтонков, тех 19-20-летних парней, которые погибли именно в первые дни Великой Отечественной войны. И когда заходили в музей Брестской крепости и видели знаменитую фразу «Прощай, Родина! Умираю, но не сдаюсь!» Это, вы понимаете, западало каждому именно в душу, каждому солдату. И у многих солдат я видел на глазах слезы. Мое стихотворение скромно посвящено Брестской крепости. Снова в Бресте Поют соловьи И влюбленным Опять не до сна Им всю ночь мечтать о любви Им помехой Не будет война Здесь когда-то пывали Земля От ракет Повыхали зорницы Головы не поднять От огня В двух шагах Река И граница А как же хотелось Напиться Памятник жажда Серый гранит О героях Память Навеки хранит Здесь каждый камешек Кровью Омыт Тишина такая В ушах Звенит И берет меня За сердце грусть И щемящая боль И светлая нежность Это ты Моя белая Русь Легендарная Брестская крепость Здесь подвиг с природы Воедино слились Здесь солдат Защищал Святая жизнь Большое спасибо Спасибо огромное Геннадию Николаевичу За проникновенные строки А я прошу к микрофону Члена городского совета Вячеслава Титова Добрый день дорогие друзья В этот прекрасный солнечный день Ровно 78 лет назад Был такой же солнечный день Люди гуляли Влюблялись Воспитывали детей Строили планы на будущее Жили своей жизнью И на нашу землю Пришла огромная беда Это напала фашистская Германия С хордой танков Самолетов И это было начало Огромной беды Для всего советского народа Дальше ждали сожженные Села Расстрелянные мирные жители Как взрослые Так и дети Жители блокадного Ленинграда Подбитые танки Была и победа Советского народа Которая Сплотилась Вокруг одной победы Работали люди Не покладая рук И ночью Три смены Дети выходили Работали на эту победу В итоге Наш советский народ Все народы Которые садили Советский Союз Победили Этот фашизм Прикончили На этой земле Поэтому У нас есть чему Радоваться Но мы должны Помнить свою историю Чтоб она никогда Не повторялась И потому Что и я делаю В городском совете В политике Я думаю Каждый из нас Должен пресекать Всякие элементы Нацизма Чтоб он никогда Больше не разродился На нашей земле И сегодняшний день 22 июня Это напоминание Тому Что никогда Больше Не должна Наступить Война На нашей земле Спасибо Слово Почетному Консулу Беларуси Николаю Логвину Добрый день Дорогие Жители города Дорогие Ветераны Я как представитель Беларуси Хочу Отметить Этот день Что в памяти Нашего Беларусского Народа Самый Тяжелый Жить День Такой Истории Всем известен Какой ужас Пережала Беларусь От этого Нашествия Первые бои Погремели Именно на Беларусской Земле Это ужасный Белостовский Косел И будет Охружено Несколько Миллионов Наших Солдат А По истории Защиты Брестской Крепости Стало Известно В стране Только В феврале 42-го года Вот недавно Опубликованы Насекреченные Документы Что Это стало Известно Только из Донесений Немецкой Дивизии Которая была Разбита В 41-м Году Зимой 41-го года И в штабе Нашли документы И она Как раз Эта дивизия Участвовала В боях При штурме Немецкой Крепости И Командование Занесило В штаб Какие Вот именно Без всяких Преукрас Без всякой Патетики Что им пришлось Пережить Всем известен Подвиг Майора Гаврилова Майор Был взят В плен В тяжелом состоянии Его не расстреляли Отвезли В лагерь И Немецких Офицеров Привозили В качестве Образца и Мужества Воспитывали На подвиге Нашего Майора Билан Николаевич Рассказал О своих впечатлениях О посещении Безской крепости Я вот тоже хочу Добавить Что Безскую крепость Первый раз Я попал В 74-м году Если учесть Что в нашей стране День Победы Начал отпечататься Только 65-го года То в 74-м году Уже был Построен Один из Самых первых В стране Огромных Мемориалов И В самом первом впечатлении Нашкормника Огромная Стелла Огромная Фигура Солдата Огромная Фигура Солдата Который Ползет К реке Муховцу За водой Произвели Конечно Незвладимое впечатление На всю жизнь И Я хочу сказать Что наша Задача Это Помнить Об этих Событиях Чтобы не допустить Его в будущем Здоровья вам Наши Дорогие Ветераны Вечная Память Героям Спасибо Война Отняла Тысячи И тысячи Крепких Мужских Рук И Вся Тяжесть Труда Мегла На хрупкие Женские Плечи И Они Не дрогнули Эти Плечи Когда Впрягались В плуг Когда Выносили Раненых Из боя И Еще Женщины Умели Ждать Ждать Ночей Без тревог Ждать Хлеба Вдоволь Ждать Писем С фронта Даже Если Знали Что Их Больше Не будет Ждать Сыновей Братьев И Мужей Даже После Того Как Почтальон Принес Похоронку Продолжение следует... Продолжение следует...